МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом независимые заправки грешат в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5%, у независимых – 13%. Самое распространенное нарушение – превышение в топливе массовой доли серы. Треть гипермаркетов «Карусель» станут перекрестками. Как пишут ведомости, крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group принял решение трансформировать бизнес. В течение двух ближайших лет в 34 гипермаркета «Карусель» будут переделаны в супермаркеты «Перекресток». Еще 20 каруселей закроют к 2022 году. Оставшиеся магазины продолжат работу под своим брендом. Как рассказали в компании, магазины у дома «Пятерочка» приносят X5 почти 80% выручки. Супермаркеты «Перекресток» – около 15%, а гипермаркеты «Карусель» – лишь 5%. Такое распределение, считают участники рынка, связано с оттоком покупателей в магазины у дома. В последние годы гипермаркеты плохо чувствуют себя во всем мире. Люди перестают покупать много и впрок, и выбирают мало и свежие. Компания «Девелопинт Юг» заявила о намерении построить все социальные объекты в микрорайоне Ива в установленный срок. Как заявил коммерсант Приками, вице-президент корпорации Алексей Востриков, застройщик выполняет все обязательства в рамках договора комплексного освоения территории. Сейчас в муниципальную собственность безвозмездно переданы детский сад, два пункта выдачи детского питания, помещение для администрации района, помещение для участковых уполномоченных, служебная квартира участкового уполномоченного и автомобиль для пожарных служб. Поликлиника с женской консультацией, станцией скорой помощи и трампунктом в настоящее время строятся и в начале 2020 года также будут переданы администрации Перми. Также девелопер уточнил, что находится в завершающей стадии проектирования школы и в начале следующего года готов приступить к ее строительству. Напомню, накануне коммерсант писал, что у микрорайона Ива может смениться застройщик. Администрация была намерена расторгнуть соглашение, если Девелопмент Юг не выполнит в срок взятые на себя социальные обязательства. Через два месяца гостиница «Жемчужина» официально сменит название. Как выяснили 59 РУС, 19 декабря в системе бронирования номеров указан отель Holiday Inn. Переход может состояться и раньше. По данным портала, это произойдет после двух проверок на соответствие стандартам бренда. Они запланированы на ближайшее время. Напомню, «Жемчужина» вошла в международную сеть Intercontinental Hotels Group, объединяющую популярные гостиничные бренды. Отель сохранит прежнюю категорию «4 звезды». Перед брендингом номера были реконструированы. Их станет больше – 118 вместо 75. На крыше здания на бульваре Гагарина уже есть надпись Holiday Inn, но пока она закрыта. Курсы валют на 27 ноября – доллар 64 рубля 28 копеек, евро 70 рублей 38 копеек. Деловые новости представляет сервисный центр для предпринимателей «Мой бизнес» на Акулова, 75, корпус 1. Государственное финансовое содействие малому бизнесу в сервисном центре «Мой бизнес». До 5 миллионов рублей под 5% годовых до 3 лет. Акулова, 75, корпус 1. Сервисный центр «Мой бизнес». На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова